Автомобилисты Севастополя хорошо знают участок дороги на спуске с Микензиевых гор к реке Бельбек. Здесь всегда существовал небольшой участок со стиральной доской. Когда-то холмики ямочки помельче, когда-то поглубже, в зависимости от того, когда дорожники успевают подсыпать асфальт и закатывать его в эту дорогу. В этом году оползень активизировался. Для этого нужна была вода. Без воды оползня не бывает. Прямо под нами, рядом с оползнем, проходит дренажная труба, но она абсолютно сухая. Значит, грунтовые воды проходят ниже этой трубы. Ошибка проектировщиков и строителей этого участка дороги. Много десятков лет прошло, сейчас не найдешь виновных, да и не стоит, наверное, их искать. Что же сегодня делать? Кто виноват, мы выяснять не будем. Что же делать? Как поступить? Есть два варианта. Первый вариант. Срезать лес. Два-три лесника с бензопилами управятся с этой работой за пару дней. Дальше зачистить склон и подгрузить его негабаритными камнями с Балаклавского рудоуправления, с отвалов. И после этого выровнять дорогу. Все может занять буквально несколько недель. Есть другой способ, более надежный, но долговременный. Он потребует затрат не только материальных, но и временных. Буронабивные сваи. Железобетонные ростверки. Опыт таких работ есть на Сухой речке на 18-м километре, на Ласпинском перевале и дальше над Форосом. Конечно, работы очень дорогостоящие и объемные. Но тогда дорога будет стоять уже века. И все же, прежде чем начинать работать, нужно определиться, а что же там происходит под землей. Для этого в течение двух дней нужно пробурить буровыми станками порядка 20 скважин. И по результатам осмотра Хернов сделать заключение. А после заключения уже принимать решение о том, каким способом реставрировать дорогу. Мы видим, естественно, техногенные оползи. Деформации тут начались давно. Но деформации, мы считали, что это осадочного характера. В связи с тем, что дорога проходит здесь на насыпи, вполне возможно, что насыпь сделана некачественно. То есть, вполне возможно, что начались просадки из-за того, что некачественно сделана дорога. То есть, мы наблюдали эти трещины давно, еще в 99-м году отметили, как опасный участок. Мы не стали давать номера в оползню. Сейчас придется им давать номер, конечно. То есть, он сейчас пока у нас безномерной. Это оползень, естественно, техногенный. То есть, произошел он на естественном склоне. Но вследствие того, что человек тут вмешался, насыпали насыпь приличной мощности. И плюс, где-то не предусмотрели отвод, дренаж воды. И сейчас нужно делать изыскание, делать противоползневые работы, вести. Вариантов несколько, естественно. Основные, ну, как правило, на дорогах это и на Южном берегу делалось, и сейчас продолжает делаться, потому что там дорога тоже строилась в свое время быстро, чтобы побыстрее сдать, и потом начались деформации, начались оползни. То есть, это бурные бедные сваи. То есть, делается ряд свай, и потом на них железобетонный ростверк, и поверх упускается, идет дорога. То есть, это один вариант. Это мероприятие довольно дорогое. Бурные бедные сваи диаметром там 800-900 миллиметров бурятся на глубину, чтобы они стояли там. Тут надо будет, наверное, 20-30 метров, не знаю, это изыскание должны показать. То есть, это удовольствие дорогое. Ну, на мой взгляд, тут можно еще рассматривать вариант пригрузки языка оползня, тем более, что тут есть, где его пригружать. Вот по низовой обочине внизу, там балочка. То есть, в принципе, можно пригрузить оползни достаточным количеством габаритов. Ну, из нашего балаклавского рудоправления говорит, и которые сейчас некондиционные. Привести только другой вопрос, что надо посчитать, сколько, какой объем, какой масса должно быть. Ну, это надо нам еще делать заключение. Посмотрим по профилю, по оси дороги, наверное, скважин 4-5 по оси дороги. Плюс поперечные должны быть разрезы еще. Ну, десяток скважин не меньше, нужно будет бурить. Два-три дня это просто на работу, на бурение. Ну, может, 4, там, если какие-то возникнут нюансы, проблемы. Но, в принципе, бурение не заставляет труда сложности особой. И делается достаточно быстро сейчас. На территории Севастополя есть организации, которые в свое время, когда были оползни на Сухарной палке, на 17-м километре, на Сухой речке, когда дорога на Ялту была перекрыта, в Килинбалке два оползня. Там работали наши инженеры-геологи севастопольские. Это Сигентис и Геокоментис, два института, которые имеют опыт работы на ползнях на территории Севастополя. Они бы могли, конечно, сделать. Но почему-то их не приглашают. Почему-то мы здесь встретили во вторник геологов из Петрограда. Они, я не спорю, они, возможно, хорошие специалисты. Но зачем было приглашать геологов откуда-то, когда есть свои опытные специалисты, с которых можно спросить потом за работу, если она будет сделана некачественно. То есть вопрос для меня, честно говоря, пока вроде бы как питерские инженеры-геологи. Даже без марок маяков видно, что процесс не остановился. Движение оползня продолжается. Сколько оно будет продолжаться, я не могу сказать. Но факт тот, что движение идет, и возможно, что деформации будут еще более значительные.